Родители школьников активно готовятся к новому учебному году, закупают школьную форму, канцелярские товары и учебники. Но для многих родителей сборы в школу задачи не из легких. Одежда, обувь, спортивная форма, канцелярия, рюкзак, все надо успеть купить. Наши корреспонденты решили разобраться в вопросе и выяснить, насколько дорого сегодня обходится семье собрать ребенка к учебному году. Слово Натальи Ханбабаевой. Для детей новый учебный год – это яркие впечатления, но для их родителей это серьезные траты. В этом году российские семьи получили по 10 тысяч рублей для подготовки детей к школе. Вместе с жительницей Махачкалы Валерии Смирновой мы собрали необходимую канцелярию для ее дочки. Девочка идет в третий класс. Люди покупают основную канцелярию, то, что нужно на школу практически на весь год. Средний чек выходит где-то около двух тысяч. И плюс ко всему, многие магазины к первому сентябрю делают скидки, как подарок. То есть сами предприниматели входят в положение родителей, тем более у нас в Дагестане многодетных, и предоставляют дополнительные скидки. Но на этом сборы в школу не заканчиваются. Помимо ручек, тетрадей, карандашей нужно приобрести форму, портфель и ущебные пособия. При этом одежда должна быть комфортной, в то же время ноская, а портфель не портить осанку. В 10 тысяч можно вполне уложиться. Есть эконом-варианты какие-то по одежде. Вот я своей дочери купила за 400 рублей рубашку, юбку можно купить там рублей за 500 тоже, туфельки какие-то рублей за 500. И не каждому ребенку может достаться учебник, к сожалению. В данном случае, да, это уже, естественно, бьет по бюджету, потому что новые учебники стоят рублей 400. Одна часть, а там, как правило, две части бывают. Однако не все родители разделяют мнение, что 10 тысяч рублей вполне достаточно. По данным Росстата, сборы в школу мальчика в среднем по России обойдутся 19 тысяч рублей, а девочке выше 24 тысяч. Эконома, кроссовки взяла, спортивки взяла и сумку взяла. Больше ничего не взяла я ребенку. 12 тысяч 800 рублей ушло. Еще надо все вот эти принадлежности брать. Я еще не купила ни брюки, ни обувь, ни рубашку. Ничего не взяла. На эти 10 тысяч, что хочешь покупать. Твоих детей, чтобы одеть, 40-50 тысяч уходит. Многие покупатели жалуются. В августе цены на школьные товары резко взлетают. Сильнее всего дорожают тетради, ручки, альбомы для рисования и папки с файлами. Подорожание канцелярии перед новым учебным годом связано с увеличением стоимости полимерных материалов и целлюлозы. Однако предприниматели стараются делать скидки. Товар подорожал на 40%. Цены у нас приемлемые. Мы цены так не завышаем. А так спросы есть. Ну, конечно, люди берут хорошее все. То, что качественное, хорошее все люди берут. Вот взять сумочку и канцтовары на одного ребенка уходит где-то. Ну, сумка стоит самая хорошая – 3 тысячи, 2 500. И вот так же канцтовары на 2 тысячи уходит ребенка. 4 500. Скидки, да, у нас бывают постоянные клиенты. Скидочки тоже мы делаем. Люди остаются очень даже довольные. Сборы в школу всегда сильно бьют по семейному бюджету. Президентские выплаты стали важной поддержкой. Однако, ввиду роста цен на школьные товары, пособия не покрывают и половину расходов. Наталья Ханбабаева, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Махачкала.